Здесь у нас уже, да, это именно зал продовольственного рынка, ну торговая комната, первый этаж. На втором этаже у нас промышленный товар, скажем так, самый интересный здесь внизу. Свежие овощи и фрукты, молочная продукция, фермерские соленья. Это и многое другое стало предметом внимания выездной комиссии регионального комитета по аграрной политике и потребительскому рынку. Особое внимание делегация уделила изготовлению местными производителями масла прямого отжима и мясных деликатесов. Когда мы начали заниматься мраморной говядиной и копчением, горячего копчения, у нас свое производство, мы в первую очередь открылись там, куда мы постоянно ходили до этого покупать. А где вы расположены в вашем производстве? В данный момент мы расположены в Толстопальцево, это в 15 минут отсюда. Но после Нового года, вот сейчас подыскиваем себе помещение, хотим полностью уже переехать в Одинцово, потому что мы здесь же живем, здесь работаем. Важными оказались не только вопросы нахождения фермеров на территории рынка, цепочка следования товара от производителя до потребителя и контроль качества продукции, но и новые разработки для повышения покупательского спроса и товарооборота, а также стабильное ценообразование. Вот здесь происходит принятие заказов, красиво упаковывается, потом все это дело упаковывается в террористический контейнер и разводится по покупателям. То есть покупатель обо всем товаре узнает, вот посмотрит на... Да, это мобильное приложение, это интернет-сайт. После наглядного осмотра участники встречи перешли к обсуждению вопросов, вынесенных на повестку. О необходимости расширения каналов сбыта фермерской продукции и дальнейшего развития инфраструктуры торговли. О мерах поддержки сельхозпроизводителей при реализации товаров на примере Одинцовского рынка. О контроле качества продукции, реализуемой на территории Подмосковья. Сейчас тенденция сбыта и экономическая ситуация складывается такая, что управляющие рынком компании, они заинтересованы в приходе именно небольших сельхозтоваропроизводителей. Самое главное, чтобы это была качественная продукция и плюс-минус это был постоянный какой-то производственный цикл. На сегодня в Московской области 42 специализированных сельскохозяйственных рынка и 66 универсальных. При этом для фермеров и представителей личных подсобных хозяйств созданы все условия для эффективной работы. Для этого необходимо предоставить ветзаключение о соответствии их продукции всем требованиям безопасности. Администрация Одинцовского округа поддерживает местных товаропроизводителей. Одна из мер поддержки – предоставление нестационарных объектов под розничную продажу на выгодных условиях. Все предприниматели, которые ранее стояли, они без торгов имеют право, мы с ними подписываем ДОП-соглашение на размещение их нестационарного торгового объекта на следующие 7 лет. Эффективность проведения выездных заседаний уже не раз себя оправдывала. Возможность лично оценить созданные условия и ознакомиться с планами развития всегда лучше письменных докладов. Она позволяет вовремя откорректировать недочеты и увереннее двигаться вперед. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.